Привет, как дела? Я и здесь. Николюшка, ты сегодня такая красивая-красивая, с причесочкой, такая модная. Папа, помаши всем привет. Николька, ты станцуешь нам тра-та-та? Тра-та-та? А Николя красота. Да, куколка. Николя, ты куколка сегодня. Покажу подарочки еще от деток. Это Кирюша подарила. А это Дашенька сделала своими руками цветок гортензии. Вот такая вот красота. Ну, а самый красивый цветочек, это, конечно же, детки мои. Особенно Николька. Привет, вы со школы прибежали, подарили вам подарочек. Это ручка, которая с погодой меняет цвет. Когда меняется погода, меняется цвет? Олечка, ты тоже? Поздравляю тебя. И ты меня поздравляешь? Это ты сделала своими руками? А это кто тебе подарил? Ну, на первом роте раздавали. Да? Это вам мальчики дарили? Да? Какая красота. Это пахнет. Это пахнет? Супер. Это пахнет еще и кукол. А это ты своими ручками сделала? Нет, это учитель раздавал. Это учитель делал. А это ты сама не делала разве? Похоже, что ты как будто сама. Что, можно почитать? А писала ты? Написала, да. Мыло, мамочка моя. Привитаю тебе я. И тоби вжи ночи свято. Побожаю так богато. Будь здорова, та счастлива. И я с мамой. Будь весела, та красива. Будь аквитка во сне. На, ты такая у нас одна. Спасибо. И еще один такой красивый мальчик пришел. Ты сделал сам? Ну, да. Да? Мы чекали, мы вырезали и... Это же самое. Спасибо, мои детки. Как красиво. Ой, ой, все пахнет. Матусся мискарп. Дякую, детки. Да, Кирочки. Я уже это снимала, что ты. Вот это. Стишок читать? Да. Ну, давай читаем. А, это тоже... То же самое стишок, как у Оли. Да, не буду читать, повторяться, потому что оно идентично. Спасибо, дед. И папа, ты видел? Как ему красоту? Это нужно было обводить, а это было тяжело. Да? У нее тоже нужно было обводить. Кира творческий человек. Она все спешит, спешит, спешит. Спасибо, мои хорошие. Спасибо. Здрасте, снова. Давненько не виделись. Куда ты к папе задам? Я на этом заехал в магазин. Николя, дай, 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 дай. Что там? Вот что-то такое интересное. Ой, 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 не разбей. Что это, папа, такое красивенькое? Папа купил рестлинг. Вино такое. Я никогда такого не пробовала. А что это такое? Из риса? Не, это виноград такой рис. Я вам купил на салаш. Салатик будет у нас? Да, будет с огурчиком. И редисочка. И лучок у нас есть дома. Лучок у нас здесь дома. Да. Все, я пошла. А ну дай понюхать. Чем пахнет? Огурцом пахнет? Наши тепличные где-то выращивают. Понятно. Здесь здесь и редисочки свежие. Ой, скажи, что это такое? Николь, тебе так идут такие цвета. Яркие, весельные. Патай. Ты сама как цветочек. Николька! Чудо. На, скажи. Вот это самый... Валерчик, вот это самый лучший букетик. Вот это самый лучший букетик. И красивый, и вкусный. Это вот, смотри, один букетик. Не, вот это два букетика. Это, считай, один тюльпан. Как-то вот так примерно. А посмотри, какой пышный. Будет сегодня весельный салатик. Да. В нашем основном блюде. А еще у нас тюльпаны растут красивые в огороде. Валера нам надарил луковички. Фирма фирмой. А потом будем вам показывать, какая красота у нас в огороде. И не только тюльпаны. Тут жалко выброситься. Да, я за то, чтобы купить, посадить. А ты мне надарил гиацинты, и теперь они взошли, кстати. Взошли? Да. Вот это мы покупали дорогие тюльпаны, гиацинты, еще что-то. А, то не пришло что-то одно. Георгины пришли, но мы отправили обратно. Потому что были мягкие. Не, не, не. Когда вот это в последний раз, когда были хорошие, чего-то не было. Вот, чтобы заказывали много красивого, но чего-то не было, да? Да, не помню. Ну ладно, что-то вылезет, то вылезет. Да, что-то вылезет. Хорошо. Все, готовимся к праздничному столу. Да, да. На обед варим праздничные пельмешки. И тут сделал небольшую такую нарезочку. Так как мы только дети, взрослые дети. Дети нарезали огурчик. Редисочку нарезала. Вот, Николя уже взяла пробу. Еще не пробовала, кстати. Интересно. Можно загадать желание. Маслинки. Салатик из свеклы. Рыбка еще осталась. Что, ты пришла? Да. На. Вот ей сразу же тарелку дать. Не, не, пускай бегает. А то она возьмет в рот ноги и выплюнет. Очень вкусная колбаска. Как хамончик с фисташкой. Просто обалденная. И сыр бри. Ну так, скромненько. И со вкусом. Папа, что это такое интересное? Ну, сейчас попробуем. Рыслин. От слова рис. Сок винограда. Винный. Что такое? Штопор. Штопор. Ну да, это ж не шампанское, да? Дорогие зрители, расскажите, кто пил такое вино. У нас на Ливан было. Мы сейчас испытаем под наш такой праздничный столик. Скромненький. Почти шампанское, да? Ну что, наливай. И пару слов, наверное, скажи еще раз нашим девочкам, женщинам, девушкам. Мама, я взяла ливушек и вот так хотел, сладкий в зале. Я хочу ловить котику. Ну что, в наше время можно пожелать женщинам. Ты у нас один мужчина? Как говорится, тоже мира. Мира на нашей многострадальной Украине. В общем, мир пришел в Украину. Да, без мира полноценного женского счастья не ощущаются, когда гибнут дети, наши воины. Ну, много кто. Многие дети, чтобы все дождались своих сыновей, деток, внуков. Домой, живыми, невредимыми. Это самое главное, чтобы материнское сердце не болело. И здоровье, счастье, много денег. А все стороны в дополнение, да. Кто не нашел, кто нашел, выгрыться побольше. А я верю, что все будет хорошо, что будет и в Украине все хорошо, и будет еще рассвет. Ну, пока у нас за каждым падением. И начнутся опять рождаться дети, и будет смех, и будет все. Дай Бог, лучше. Время, все лечит и вырезает. Будем надеяться получше. За нас, за наших женщин. Ну что, как вино? Сейчас я тоже попробую. Это как шампанское, только без газа, типа. Да. Вкус шампанское, но без газа. Олечка, накладывай себе. Иди, сметану может принеси. Или пельмени без сметаны идет. Это всем хотите. Олечка, и соусы неси. Ближе тарелочку придвинь, чтобы ты не растерял. Ну что, садимся? Садимся, будем трошечки праздновать. Скромненько. С пельмешками. Вот так Олечка себе накладывает. Уже самостоятельная девочка. Молодец. Да я что принес уж. Все соусы принес. А, все, папа все принес. Оля, я что принес. Перчик соль еще. Где детки наши? Соевый соус. Что? Все? А кого-то не хватает. А где Маша, Даша, где наши девочки? Хорошо, мы обедаем, празднуем. Николь ходит со стула везде, потому что так легче все достать. Ну, и отдохнуть тоже. Со своим стульчиком ходишь? Правильно. Подожди, это Баба Ваня с табуреточкой ездила куда-то? Или это кто-то другой? Ну, вот у нас Николь со своим стулом везде и на кухню, и с кухни, и по комнатам. Вот так, дружки, перекемарила, отдохнула после праздничного стола. И давай-ка пошиться. Да? Да? Пузырек? Николюшка, ты пузырек маленький. Сегодня шла к окну, ударилась мизинцем об горку, и потом вдобавок еще коленкой стукнулась в батарею. Сегодня у меня двойная травма. Эта горка мне столько раз уже ломала мизинец, что я хотела ее выкинуть. Но дитё жалко, хочется, чтобы держись крепко, Николька, чтобы Николька на ней немножко походила. Вот это такое развитие развитие хорошее и спорт, можно так сказать. Ради Николь оставили эту горку. Мы уже ее разобрали, да, Валер, помнишь? Разобрали, а потом так жалко стало. И обратно собрали. Ради ребенка приходится жертвовать мизинцами. Ты неправильно поставила стул. Неправильно. Так он неустойчив. Сидим отдыхаем. Я же говорила неправильно. Ругаться. Сейчас будет ругаться. Вчера она прижала пальцы дверями. Потом сделала этот детский деревянный пистолет, ружье. И начала злиться, ругать эту дверь. И еще сделала так. Дверь. Но но ай 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 дышь-дышь-дышь. Вот такие мысли у ребенка. И что ты придумала? Это вещи. У нас еще как гардероб. Это горка. Ты что делаешь? Ай 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 а я я всегда дышь-дышь-дышь. дышь-дышь-дышь.